Почему мы проигрываем дальний воздушный бой утраты инициативы как закономерность? Как вы помните, в наших ранних обзорах неоднократно затрагивалась крайне острая для истребительных авиационных полков Воздушно-космических сил России проблема недостаточных противовоздушного и противоракетного потенциалов, связанная с отсутствием в Б-комплектах строевых машин перспективных управляемых ракет воздушного боя большой дальности, способных осуществлять перехват маневрирующих воздушных объектов противника непосредственно близ крайних рубежей дальности действия, на расстоянии от 90 до 160 километров и более от места запуска. Окончательную точку во всех спорах на этот счет поставили два весьма болезненных для авиационного компонента ВКС России события. Становление «Метеора» и «Заморозка» Р-77ПД лишили истребительные авиаполки ВКС инициативы в дальнем воздушном бою. Во-первых, это заморозка или откладывание в долгий ящик финализации программы разработки передовой РВ в большой дальности РВВА-ПД, изделие 180ПД, оснащенное высокоэнергетическим комбинированным ракетно-примоточным двигателем КРПД ТТ-371, который, благодаря наличию компьютеризированной системы регулирования подачи газогенератора в камеру сгорания, позволяет ракете сохранять скорость в 1,7-2 м и возможность реализовать перегрузку в 25-35 ет. Даже на терминальном участке траектории, в 160-170 километрах от точки схода с подвески. Следовательно, данный тип силовой установки позволил бы будущий Р-77ПД уничтожать истребители, высокоскоростные КР и другие высокоточного оружия противника, маневрирующие с перегрузками 12-17Г. Достигшие уровня начальной боевой готовности ракеты класса воздух-воздух РВВСД, изделие 171, снабженное однорежимными твердотопливными ракетными двигателями, подобными качествами не обладают. Ведь аэродинамическое торможение, начинающееся сразу после выгорания заряда РДТТ, приводит к замедлению ракеты до 1,4-1,2 м и ниже на удалении всего 80-90 километрах, в связи с чем необходимый для перехвата уровень энергетического маневрирования не может быть обеспечен даже с использованием решетчатых аэродинамических рулей, способных работать при углах атаки в 40 градусов. Во-вторых, это обретение в 2016 году оперативной боеготовности детищем Европейской военно-промышленной корпорации. Ракетой воздушного боя большой дальности «Метеор», оснащенной интегральным ракетно-примоточным двигателем аналогом КРПД ТТ-371, а также перспективой скорого изготовления первого летного прототипа еще более продвинутого изделия, разработанного британским подразделениям MBDA совместно с японской компанией Mitsubishi и научно-исследовательским институтом. Проект «Джнам» предусматривает разработку дальнобойной ЮРФ, корпус и силовая установка, которые будут позаимствованы у «Метеора», а и инерциально-навигационная система и активная радиолокационная ГСН у современной японской ракеты воздушного боя «М-4Б». Здесь уж совсем не до ура патриотических восклицаний некоторых наших обозревателей об уникальных параметрах единственной российской сверждальной бойной ЮРФ Р-37-РВВБД, ведь основой головки самонаведения «Джнам» станет неустаревшая щелевая антенная решетка «Чей» диапазона, а высокоэнергетическая и сверхпомехозащищенная активная фармиллиметровых диапазонов, представленная нитрит-галиевыми приемопередающими модулями. И как бы нам ни было неприятно это осознавать, но вышеуказанный РКСН будет обладать куда более филигранной точностью захвата целей в сравнении с отечественными щелевыми активными радиолокационными датчиками 9Б-1103М-200ПА-СЛЕШПС и 9Б-1103М-350, устанавливаемыми на ракетах РВВСД и РВВБД, изделий 610М. Способность селекции целей с малой и про на фоне использования дипольных отражателей и постановки прицельных по частоте ответных шумовых помех станет наиболее ценным качеством перспективной ГСН-ракет. Не могут тяжелые ракеты-перехватчики семейства Р-37-РВВБД рассматриваться и в качестве средств уничтожения высокоманевренных баллистических и аэродинамических объектов, ведь располагаемые перегрузки первых едва доходят до 22-25 лет. За метеорами последуют не прямоточные, но столь же опасные. Тем не менее, поступление на вооружение военно-воздушных сил и флотов Великобритании и Франции и Японии, а также ВВС Германии и Швеции ракет-воздушно-боя «Метеор» и «ЧНАМ» для оснащения истребителей «ЧАЗ-39С-СЛЕШ-ТИ-И» «ТПООН-РАФАЛИ», а также «Ф-35А-СЛЕШ-ПИ» станет далеко не единственным испытанием для ВКС России, а также для конкурентноспособности продукции «НИАГАТ» и «АОГАСМКП» в импелном мировом рынке вооружений. К подобным размышлениям подталкивает свежая информация о последствиях разразившейся между Поднебесной и США гонки вооружений в области разработки перспективных ракет воздушного боя большой дальности. Одним из таких последствий является начало программы разработки перспективной ЮРФ ААМ-260 «ЧАТМ-ИНТ-АДВАНСТ-ТАКТИКЛ-МИСАЛЕ», которая должна стать достойной заменой состоящих на вооружении ВВС и ВМС США ракет ААМ-120С-8 «СЛЕШ-ДИ-ИМРАМ» Начало реализации НИОКР по данному проекту было анонсировано бригадным генералом ВВС США Энтони Джинатемпа в 20-х числах июня 2019 года и преподнесено средством массовой информации в качестве асимметричного ответа на успешное обретение оперативной боевой готовности китайской ракеты класса «Воздух-воздух» PL-15, также оснащенной долгоиграющим прямоточным воздушно-реактивным двигателем Тщательно оценив уже известный летно-технические качества облик бортового радиоэлектронного оборудования а также среднюю стоимость крупносерийной сборки узлов интегральных ракетно-примоточных двигателей ракет MBDA Метеор, специалисты военно-промышленной корпорации Лачхейт Мартин и научно-исследовательской лаборатории ВВС США AFRL пришли к единому мнению о том, что гораздо более экономически обоснованным решением может стать разработка дальнобойной гиперзвуковой двухступенчатой ракеты-перехватчиков одной из двух конфигураций системы управления каждая из которых обойдется значительно дешевле нежели 2,27-миллионный метеор именно такой вывод напрашивается после тщательного мониторинга американских и западноевропейских аналитических ресурсов на страницах которых можно встретить несколько эскизов демонстраторов будущей AIM-260 Первый концепт, также известный как Long Range Engagement Weapon представляет собой двухступенчатую ОРВ в большой дальности с развитой разгонно-маршевой ступенью располагающей двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем обеспечивающим разгон до скорости 4,5 5,5 и выход на баллистическую траекторию с апогеем в 30-35 км а также боевой ступенью перехватчиком с аэродинамическими органами управления Судя по эскизу, разгонно-маршевая ступень может быть позаимствована у зенитно-управляемой ракеты RIM-162 ESSM вместе с однокамерным двухрежимным РДТТ МК-134 МОД-0 Об этом свидетельствуют схожие C-корпусом RIM-162 ESSM Аэродинамическая схема бустера для AIM-260 JATN представленная крыльями малого удлинения с огромной хордой, проходящей вдоль всей длины корпуса, а также ступенчатыми кромками в передней и задней частях крыльев стабилизаторов Еще одним предметом сходства между ESSM и ускорителем AIM-260 можно считать аналогичные аэродинамические рули трапециевидной формы, позволяющие применять JATN в ближнем воздушном бою, собачьей свалке, либо бою на средних дистанциях Для этого разгонная ступень может быть оснащена газостроенной системой отклонения вектора тяги Что же касается компоновки и параметров боевой ступени первого концепта AIM-260 то речь может идти о маневрирующем кинетическом перехватчике, спроектированном по схеме утка с хвостовым блоком стабилизаторов и передними аэродинамическими рулями, обеспечивающими возможность выполнения маневров с перегрузками до 35 ет Второй концепт перспективной ракеты воздушного боя сверхбольшей дальности AIM-260 JATN О чем это говорит? Прежде всего об оснащении кинетического перехватчика поясным блоком из нескольких сотен импульсных двигателей газодинамического управления, обеспечивающих пространственные броски с перегрузками от 60 до 70 г А благодаря тому, что управляющая данным блоком БЦВМ будет непрерывно получать информацию от миллиметровой АФАРАРКСН, может быть достигнуто уничтожение малоразмерных целей методом прямого попадания АИТ Вполне логично, что AIM-260 JATN в подобном исполнении сможет применяться не только в выполнении задач по завоеванию господства в воздухе и дальнему перехвату тактической авиации противника, но и в ситецентрических системах зональной объектовой и региональной ПВО-ПРО, обеспечивая уничтожение маневрирующих с 30-кратными перегрузками боевых блоков перспективных баллистических ракет малой и средней дальности